В студии Екатерина Мозолина. Сейчас расскажу вам про людей, которые несут службу в особых условиях. И начнем мы с бойцов из Донецкой Народной Республики. Там силовики перехватили реактивный беспилотник Камикадзе. Операцию провели сотрудники Росгвардии и ФСБ. Это не просто вражеская птичка. Это британский дрон с 7 килограммами взрывчатки. Расшифровка полетного задания показала, что он был нацелен на крупный гражданский объект в Мариуполе. БПЛВ должен был совершить круг и нанести удар. После посадки беспилотников взрывотехники успешно обезвредили его боевую часть. В нашем распоряжении появились и другие немаловажные кадры из этого же региона. На них вот работа авиаторов войск Национальной гвардии России. На этом видео мы можем наблюдать, как летчики перевозят гуманитарный груз. Медицинский. Важные коробки они доставляют в больницы Республики. Донецк в особенности нуждается в пополнении донорской крови. Причины ясны. Регулярные обстрелы города. Все полеты выполняются на предельно малых высотах. Только так можно избежать обнаружения. К менее боевым сообщениям, но таким же захватывающим. В Хабаровске по горячим следам задержали грабителя, который унес из банка более 13 миллионов рублей. Парадокс в том, что на эти деньги он не планировал осуществить какую-нибудь мечту. Он хотел их раздать. Иван Кушнаренко знает не только кому, но и зачем. За несколько дней до разбойного нападения мужчина посетил детский магазин. В медицинской маске с большим пакетом и игрушечным пистолетом этот грабитель пришел в банк на Краснореченской улице в Хабаровске. Но разве могли знать операционисты, что оружие пустышка. Все требования захватчика они, как того требуют правила, выполняли беспрекословно. В кассе ему выдали наличность. В пакет вся не поместилась. Сумма солидная. Порядка 13 миллионов. Половину денег он сложил в рюкзак и сбежал. Оперативники МВД быстро вычислили злоумышленника и при силовой поддержке бойцов Росгвардии и ФСБ задержали нападавшего. Раньше этот мужчина занимался бизнесом. Перегонял иностранные машины в Россию и продавал. Дело обычное для тех краев, но дела в гору не пошли. Начал играть, делал ставки на спортивном тотализаторе. Только проигрывал. Назанимал денег, а потом пошел на разбойное нападение. Во время обыска у грабителя нашли чуть больше половины суммы. Шесть с половиной миллионов рублей и валюту. Здесь тоже печатано. Пять миллионов рублей налетчик успел потратить. Раздал долги. Их было немало. Он все надеялся сорвать джекпот. Теперь против грабителя завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет заключения. В Москве сотрудники Росгвардии задержали грабителя с ножом. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения одного из сетевых алкомаркетов. Мужчина, приставив нож к горлу кассира, попытался забрать выручку. Во время передачи денег завязался конфликт между нападавшим и жертвой. Продавец получил порезы рук. В этот момент на помощь подоспел наряд. Выяснилось, что нападавший раньше работал в этом магазине. Поэтому дойти до сейфа ему не составило труда. Силовики задержали злоумышленника, а пострадавшему оказали доврачебную помощь. За прошедшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Московской области выезжали по сигналу тревога более двух тысяч раз. Задержали 770 человек. Основную массу за административные правонарушения. И один отличившийся подозревается в уголовном преступлении. Сигнал тревога сработал в гипермаркете в Одинцове. Парочка пришла в магазин за бесплатными вещами. В торговом зале мужчина, вооружившись кусачками, снял сумки противокражной магниты. Надел поверх куртки и даже успел переложить в нее личные вещи. Про дому сердца джентльмен тоже не забыл. Спутникам понравилась пара обуви. Схема такая же, пассатижная. Ношенные ботинки остались в коробке. Леди пошла на выход в обновках. Охранник заметил неладное и вызвал Росгвардию. Хитрых воришек доставили в отдел. Космический корабль «Прогресс МС-26» успешно доставил гуманитарный груз на МКС. Вы удивитесь, но без подмосковных Росгвардейцев, которые находятся в длительной командировке на Байконуре, ничего бы не вышло. Вы подумайте, что я преувеличиваю, но ведь именно наши земляки следят за безопасностью на космодроме. Павел Игнатьев следил за пуском. Трудно представить задание ответственнее и серьезнее, чем это. В целости и сохранности доставить в пункт назначения ракету. У корабля «Прогресс МС-26» гуманитарная миссия, транспортировка продуктов питания, топлива и научной аппаратуры для космонавтов. А сотрудники Росгвардии обеспечили безопасный запуск. Следить за такой махиной не так-то просто. Несколько десятков бойцов взяли космический носитель в кольцо. Лишних рядом быть не должно. Еще бы, дело не просто серьезное межгалактической важности. Тем временем в пункте управления полетами завершились последние приготовления к запуску. Данные на трех главных экранах. Все как в кино, только здесь никаких сюжетных поворотов. Работа отточена до мелочей. На самой площадке, где установлен грузовой корабль, тоже все штатно. В этом убедились инженеры. Когда все было готово и персонал удалился на безопасное расстояние, прозвучала команда «Пуск». Вот так точно мощная машина меньше чем за минуту разогналась почти до 2000 км в час. В Роскосмосе рапортовали, что стыковка прошла успешно. Груз на МКС доставлен. А на земле продолжились обычные будни. Вот только у тех, кто несет службу на космодроме Байконур, они всегда в особых условиях. В Калининграде росгвардейцы отыскали девочку, которая сбежала из дома. 12-летняя школьница поругалась с родителями. Информация о пропавшем ребенке поступила в городской отдел вневедомственной охраны. Ориентировка на подростка была передана всем нарядом. Спустя какие-то 10 минут школьницу нашли целой и невредимой. Ее отвезли домой к родителям. А вот другим мамам и папам пришлось самим ехать к своим детям. Первых, можно так сказать, вызвали в Москву из-за поведения вторых. Забегая вперед, скажу, хорошего поведения. На самом необычном родительском собрании побывала Елена Белкина. На глазах гордых родителей сильных бойцов слезы счастья. Командиры московского ОМОНа «Авангард» сказали мамам и папам, сыновей, что защищают родину, простое человеческое спасибо. Отцов и матерей, отличившихся на службе силовиков, пригласили в подразделение, куда посторонним, конечно же, нельзя. Но сегодняшние гости, разумеется, не посторонние. Меня переполняют эмоции. Я получила приглашение сюда. То есть даже без раздумия я сказала, да, я поеду к ребенку. Я хотела увидеть своими глазами, где он находится, то есть его работа, место его жизни. Во время торжественного построения росгвардейцев отметили благодарностями, подарками и медалями за отличную службу. Для этих мужчин главное не что им вручили, а кто их поддерживал. Если вы обратили внимание, на левом фланге стояли молодые сотрудники, которые еще стажеры, чтобы они видели, какое отношение у командования отряда к оценке их службы, то каждый из них может получить их родители такое же письмо, и, естественно, они будут гордиться. В заключении для родителей провели экскурсию по расположению, устроили фотосессию и накрыли стол со сладостями. Да, как-то по-детски, но ведь когда мама рядом, даже суровые мужчины не могут скрыть улыбку. Пусть она и прячется под плотной маской. К менее серьезным новостям. В Бурятии дикая косуля повторила ошибку своего сородича из Омска. Мы вам про нее рассказывали. Тогда обитательница леса застряла в заборе. На этот раз история один в один. Животное угодило между прутьев ограждения. Бедолага уже обессилела, выбраться не пыталась. Мимо проезжали патрульные. Они немного отогнули металл и достали красавицу. А потом на служебной машине отвезли за город и отпустили. Чем косультак привлекают заборы, осталось загадкой. Продолжаем тему братьев наших меньших. Хотя героев следующего репортажа скорее хочется назвать защитниками. В Москве наградили лучших бойцов кинологической службы. Дипломы вручили и сотрудникам, и само собой их подопечным. На торжественном мероприятии был один, ну, очень трогательный момент. Всему виной пес по кличке Жиксер. Полина Петухова расскажет, кто хороший мальчик. Гордой походкой по настоящей красной дорожке бельгийская овчарка по кличке Бай вместе с кинологом Кристиной под бурные аплодисменты поднялась на сцену. Но пса не пугают овации. За его, если можно так сказать, плечами несколько командировок в зону СВО. Напарники стали победителями в номинации лучший кинолог и служебная собака. С ними награду разделили полицейский дрессировщик Роман и его подопечный Жаир. Ну, что тут сказать. Мы под надежной защитой с вами. А вот этот пес, его кличка Жиксер, стал главным гостем мероприятия. Во-первых, он получил диплом лучшей служебной собаки, но главное второе. Полковник Росгвардии Сергей Бочкарев наградил бельгийскую овчарку настоящей медалью. Награждается служебная собака Жиксер медалью за службу в подразделениях сил специального назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации. Жиксер отдал службе 10 лет. За это время он отыскал десятки тысяч взрывоопасных предметов и веществ. Сегодня его проводили на заслуженный отдых. Пес теперь пенсионер. Ну что, старикой друг, прими эту награду. С этого дня Жиксер будет наблюдать за своими коллегами по цеху, у которых впереди еще долгая служба. Вот так в рамках Всероссийской премии профессионального мастерства проходили состязания. А вот вам жим лежа. Это скорее шуточный элемент, но были серьезные. Например, отражение атаки на напарников и на гражданских. Собакам, конечно, вряд ли есть дело и до дипломов, да и даже до медалей. А вот корзинки с игрушками, лакомствами их заинтересовали. Это снаружи, а не бойцы кинологической службы. А внутри все те же игривые щенки. Даже когда выходят на пенсию. На этом все. Ровно через неделю новый выпуск программы в особых условиях. Я с вами прощаюсь.